Христос воскресе! Ибо истинь воскресе! Мы вступаем вместе со всей церковью в неделю ослепом. И хотя в этом Евангелии, который завтра будет читаться во всех храмах, говорится об осцелении действительно слепого человека, но для нас, зрячих людей, большее значение имеет духовная составляющая этого события. И в тропаре поевшем душевному очимо ослеплено. То есть, церковь как бы от нашего лица поет о том, что вот мы все имеем очи нашей души слепые. И вот с такими слепыми очами мы приходим ко Христу Спасителю в надежде, чтобы нам прозреть. И вот сегодняшняя Евангелие, она воскресная. Ну как бы случайно, но на самом деле ничего случайного нету, как бы иллюстрирует эту ситуацию. Мария стояла у гроба и плакала. Пришла к гробу Христа Спасителем, и хотя Господь воскрес, и кончились для Него и страдания, и теперь не тяготел над Ним уже предательством, миссию свою он закончил, церковь создал. Чего же она плачет-то? Это очень часто бывает, что человек плачет не о том. Господь еще совсем недавно женщинам, которые сострадали Ему, и Иерусалим, говорил, не обо мне плачете, а плачете о себе и о детях ваших. И вот здесь то же самое. Вот она плачет, хотя плакать в данный момент ей не следовало бы. А нужно радоваться. То есть, когда плакал, он наклонился в огров и видит двух ангелов в белом одеянии сидящих, одного у главы, а другого у ног, того места, где лежало тело Иисуса. Вот Господь, чтобы ее утешить, только ради нее послал двух ангелов. Как бы несколько приоткрыл ей возможность духовного видения. Если вот мы с вами имели духовное зрение, каждый из нас бы увидел здесь в храме множество ангелов. Ну, по крайней мере, как минимум вдвое больше, чем количество людей. А может быть, еще больше. Но мы этого не видим. А Господь дал ей возможность этих двух ангелов увидеть. И ангелы обращаются к ней с такими словами простыми. Но, как всегда, мы обращаемся к тому, ну, чаще всего к детям, они чаще плачут. Что ты плачешь? Хотя иногда это очевидно, почему человек плачет. Ну, для ангела, который у гроба Христа Спасителя находился, ну, было, наверное, понятно, почему плачет. А для чего тогда спрашивают? Что за глупый вопрос? Ну, да, большинство вопросов, они вообще всегда такие, как бы, немножко неуместны. Поэтому выглядят глупыми. Но, на самом деле, здесь никакой глупости не было. А просто, может быть, ангелы это у людей подглядели, когда человек плачет, и кто-то с участием, жалея его, спрашивает о его слезах, то человек начинает делиться горем, рассказывает, что с ним происходит. И тогда человеку становится легче. Он отвлекается. потому что внимание сердца от самого горя переходит на то, чтобы, ну, как бы, повнятней рассказать. Ну, там, дело для этого и спросили, что плачешь? Говорит им, унесли Господа моего, и не знаю, где положили его. То есть, плакал о том, что вот не обрела тело Иисусова. Пришла для того, чтобы воздать ему последние погребальные почести, обряды, и вдруг нет, и она в растерянности. И забыла, конечно, что Господь говорил, что в третий день ему надлежит воскрес. Сказав, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит, женщина, что ты плачешь, кого ищешь? Ну, он-то знал, кого она ищет. Спрашивает, кого ты ищешь? Да, это ей как бы наводящий вопрос. Опять, для чего? чтобы ее подготовить. Чтобы она не лишилась вообще сознания от такой встречи. Она, думая, что этот садовник, говорит ему, господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил, и я возьму. Иисус говорит ей, Мария. Она, обратившись, говорит ему, учитель. Господь ей говорит, не прикасайся ко мне, ибо я еще не восшел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи, восхожу к отцу моему и отцу вашему и Богу моему и Богу вашему. Мария Магдановна идет и возвещает ученикам, что видел у Господа и что он ей это сказал. Но они тоже сперва даже не поверили, а побежали, чтобы убедиться в этом. Вот так первая весть о воскресении через Марию Магдалину дошла до людей. Вот отчи душевные были закрыты. Настолько, что она даже его не узнала. Ему пришлось ее окликнуть по имени. И тогда пеленас в глаз упал, она бросилась ему навстречу, он ее в этом остановил. И вот в нашей жизни земной мы тоже постоянно делаем не то, что нужно. Часто даже противоположно тому, что нужно. И вот это такое послепоте душевное. Господь это вот видно из этого Евангелия, оно такое умилительное, что как он помогает каждому человеку. Он как бы аккуратно разворачивает вот эти пелены, которые закрывают нам наши глаза, чтобы нам увидеть и узнать. увидеть Господа, опознать свою собственную неправоту и нечистоту. Потому что человек все время как-то занят своими мыслями, своими чувствами, своими скорбями, всякими обстоятельствами, и вот за этим всем он не различает присутствие и ангелов, и Бога. и часто своими действиями оскорбляет величие Божие. А Господь помогает ему прийти к истине. Вот нам очень важно, поэтому Церковь включает в молитвословы и в утренних, и в вечерних молитвах, молитвы ангелов-хранителей, которые всегда с нами присутствуют, чтобы мы не забывали о том, что он присутствует рядом. И либо с ужасом закрывает свои очи, видя, что мы делаем, либо наоборот радуется тому, когда мы совершаем что-то доброе. Вот от этого собственно и зависит. Увидим мы Бога, прозреть ли наши глаза, поймем ли мы в чем заключается путь каждого из нас. потому что в принципе это все одно и то же, но в деталях очень разница. Поэтому нужно каждому почувствовать, что он должен сделать, или наоборот, что он не должен делать, чтобы увидеть воскрешу Господа. Это каждый может только решить сам. С собой стоит перед Богом. Поэтому если мы это сумеем, то конечно мы будем счастливы тем, что Господь нам откроется. И это не какая-то игра, где надо вытащить какой-то счастливый билет или что-то угадать, нет. Это совсем не так действенно. Потому что в игре всегда случайность. А здесь никакой случайности нет. Здесь нужно сделать сознательный выбор. Но это всегда бывает сделать довольно трудно. Требуется и мужество, требуется и молитва, помощь Божия. Поэтому если мы решимся, то мы должны молиться Богу. И тогда Он нам откроется. Помоги нам этому Господу.